Подъезд сделают светлее современные технологии. Одна из управляющих компаний города приступила к воплощению нового проекта по энергосбережению. На смену лампам накаливания светодиоды жильцы нескольких домов управляющей компанией «Ремжилстрой» уже ощутили преимущество полупроводников. В первую очередь светодиодные плафоны устанавливают в 16 этажках. Из-за отсутствия окон в подъездах расход электроэнергии в местах общего пользования превышает норматив в 7 кВт на человека. Это очень важно именно для нашего типа дома, потому что у нас идет круглосуточный режим освещения, дневного освещения у нас нет, и 24 в сутки у нас на каждом этаже по 10 светильников. И расход, конечно, электроэнергии очень большой. А новые и светят ярче, и энергии потребляют меньше. Специалисты подсчитали, их применение сократит расходы как минимум в 5 раз, а то и больше. Исполнены в антиводальном корпусе. Тут нам все равно пришлось, конечно, дополнить их решетками, потому что были случаи, что все-таки их пытались вырвать. Видимо, под что-то люди хотели их приспособить. Да, потребление этого светильника 7,5 ватт, то есть это где-то 8 с лишним раз экономичнее обычной лампочки. Обновляют освещение в подъездах за счет средств населения, которые поступают по графе «Текущий ремонт в расчетках». Монтаж одного светильника занимает несколько минут. Сложности здесь только в бурении дыр, и все. Больше тут ничего такого, шум для соседей только, и все, больше ничего такого нет. Светильник готов. Все горит. И хоть стоимость самого светильника не маленькая, однако, уверяют специалисты, окупает он себя очень быстро. При этом срок службы до 12 лет. Потому посчитали целесообразным применение светодиодных фонарей и для освещения дворов. В доме 1712 никогда не было отдельных опор освещения, а на их установку у управляющей компании нет полномочий. Но они нашли выход. На козырьки подъездов установили светильники на консольных опорах.